Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Олеси Карецкая. Мы работаем в прямом эфире. Коротко о главных темах дня. Гости с Урала. Самару посетила челябинская делегация, чтобы обменяться опытом в строительстве жилья. Гироскоп для них не игрушка, а всего лишь очередное творение. Самарские школьники представили свои изобретения на научно-технической конференции. Нестандартная история лошади. Получит ли мюзикл Самарского театра драмы главную награду – «Золотую маску»? Самарские ученые работают над проектом мегагрантов правительства России для оборонного комплекса. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал Владислав Блатов, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению. Статья самарских ученых была опубликована в авторитетном журнале Nature. Это говорит о высоком уровне работы специалистов центра. Его сотрудники активно работают с коллегами из США, Индии и Италии. Из 27 человек треть – молодые ученые. Губернатор отметил, что все перспективные исследования ученых будут получать поддержку со стороны правительства, а с открытием гагарин-центра для них будут созданы максимально комфортные условия. Для нас главное – результат, подчеркнул губернатор. Из Челябинска за самарским опытом с визитом в регион прибыла делегация во главе с заместителем губернатора Челябинской области Сергеем Шалем. Особое внимание гости планируют уделить строительству доступного жилья в рамках социально ориентированных программ и завершения строительства домов обманутых дольщиков. Какие объекты показали гостям в качестве положительного примера, расскажет Лариса Шалафаст. Одна из интересующих делегацию тем – проблемные недостроенные объекты. Сейчас в Челябинской области насчитывается порядка 6 тысяч дольщиков. В нашем регионе эта цифра наполовину меньше. За последние несколько лет в Самаре активно достраиваются крупные объекты. Один из них – долгострой на улице Карла Маркса. В недостроенном состоянии дом на Карла Маркса был больше 10 лет. Это один из самых крупных недостроев в Самаре. Все это время свои квартиры ждали 314 человек. Работы здесь возобновили в 2014 году. Достраивал здание областной фонд жилья и ипотеки. Работа регионального фонда заинтересовала участников делегации из Челябинска, где создана похожая организация. Хотим изучить опыт Самары в части работы фонда именно с программами переселения. Мы слышали о вашей программе «Пять кварталов». Это нам весьма и весьма интересно. И хотим попытаться что-то подобное реализовать у нас. Вот этот взаимный обмен, который произойдет, и взаимное общение, придаст дополнительный импульс к дальнейшим каким-то изменениям, может быть, или дополнениям к тем программам, которые работают на территории, где идет комплексная застройка. Также особое внимание гости региона планируют уделить темам строительства доступного жилья в рамках социально ориентированных программ, строительству арендного жилья и участию в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Обновленный вид и запах свежей краски. 343 деревянных здания в центре Самары планируется покрасить во время месячника по благоустройству. Работы начнутся, как только позволит погода. Из этих зданий 139 находятся на гостевом маршруте Чемпионата мира по футболу. Проведение месячника, который стартовал 1 апреля, обсудили в мэрии на совещании, которое провел глава города Олег Фурсов. Привести фасады в порядок городу помогут строительные компании. Улицы и дворы будут очищены от зимнего мусора. Кроме того, планируется посадить более 3000 саженцев деревьев. Власти призывают принять участие всех горожан. Для наиболее активных приготовили поощрительные бонусы. Центральным событием месячника станет общегородской субботник 22 апреля. Этот день станет настоящим праздником труда для горожан. На площади Куйбышева вручат призы за участие в субботнике и подведут итоги конкурса «Лучший двор». Выступят столичные музыкальные группы, известный самарский дуэт «Баян-микс». В проведении субботника примут участие футболисты клуба «Крылья Советов». Впрочем, глава города призвал не так увлекаться торжественной стороной субботника, как сосредоточиться на основных работах, чтобы за время проведения большой весенней уборки Самара стала по-настоящему чистым и красивым городом. Ямам бой. Дорожная инспекция Самары ежедневно контролирует состояние дорог в городе. Выписываются десятки претензий строительным компаниям. Владельцы выплачивают многотысячные штрафы. В очередной рейд по Кировскому и промышленному районам отправился и наш корреспондент. На улице Олимпийской транспорт не разгоняется. Многочисленные ямы – одна из причин. Здесь нередко происходят аварии. А ведь гарантия на комплексный ремонт дорог – пять лет. Подрядчик обязан за свой счет устранить дорожные огрехи. Это контролируют муниципальные предприятия дорожное хозяйство и ГИБДД. На сегодняшний день в госавтоинспекции составлено 420 административных материалов в отношении должностных лиц за ненадлежащее состояние уличной дорожной сети города и 40 юридических лиц привлечено к административной ответственности. В отношении юридического лица административная ответственность от 200 до 300 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тысяч. Пока идет ямочный ремонт, а работать картами не позволяет погода. Сегодня устранение замечаний идет литым асфальтобетоном. Задача стоит сегодня – это обеспечение проезда, безаварийного, так сказать, проезда по всем нашим улицам. При наступлении положительных температур будет выполнен качественный, уже полномасштабный ремонт на всех этих гарантийных объектах. Под каток в первую очередь попадают самые разбитые улицы. Ремонтная бригада реагирует как на предписание ГИБДД, так и обращение горожан. В этом году уже приведено в порядок более 22,5 тысяч квадратных метров. Самый большой объем работ проделан в Кировском и промышленных районах Самары. На очереди ремонт улицы Алматинская. Ее содержит МП «Благоустройство». Сегодня планы скорректируем, выйдем на ремонт этой дороги. Мы с ГАИ, в принципе, находимся, вернее, общий язык у нас найден. Госавтоинспекция выдает нам предписание, мы эти предписания выполняем. Все идет по плану. В Самаре ямочным ремонтом охватят 37 тысяч квадратных метров дефектных участков. Это позволит поддерживать дороги в сложный весенний период. Как только наступят благоприятные погодные условия, начнутся полномасштабные работы. Принимать дороги будут не только специалисты, но и общественники. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Гироскопы, планеры и роботы руками детей. В Самарском университете прошла конференция по научно-техническому творчеству. Свои проекты представили свыше полусотни школьников со всего города. К этому событию юные гении технической мысли готовились несколько месяцев. С их разработками познакомилась Алина Чемерец. Когда планер наклоняется на бок, на консоли и крыла создается большая подъемная сила. Она возвращает самолет в исходное положение. Первоклассник Егор в свои восемь знает физику лучше многих взрослых. Сегодня на конференции он представляет планер, который сконструировал сам. Полтора месяца трудов и летательный аппарат, устойчивый к ветру и осадкам, готов. Коллега Егора по секции «Милан» тоже собрал планер, чтобы показать, на что способно творение, запускает его в коридоре. Такой модели не страшны никакие препятствия. Юный конструктор оснастил ее средствами защиты. Конференция по научно-техническому творчеству проходит в Самарском университете уже 12 лет подряд. Ее участники – ученики самарских школ с 1 по 11 класса. Здесь ждут всех, кто может что-то разработать или собрать своими руками. Сегодня свои проекты представляют около 70 юных изобретателей и ученых. Роботы техника, компьютерная грамотность, конструирование – участников разделили на 5 секций. Ребята получают первый опыт публичных выступлений, ребята создают свои работы и учатся их защищать. И во многом это определяет выбор будущей профессии. Опыт они накапливают большой. Самое главное – то, что их видит институт, то, что их видят люди, которые здесь работают. И то, что у людей, которые работают с абитуриентами в институте, появляется почва для работы. Они знают уже, каких детей и где искать. По словам организаторов, юным гением технической мысли каждый раз есть чем удивить жюри. Уровень подготовки участников растет с каждым годом. Некоторые в конференции участвуют не один раз, постоянно дорабатывая свои проекты и создавая новые. В этом году главным призом для победителей станет экскурсия на военную кафедру Самарского университета. Алина Чемерис, Григорий Прешаков, События. Далее, коротко о других событиях дня. В магазинах Самарской области нашли испорченные котлеты и фарш. Их обнаружили инспекторы Самарского управления Россельхознадзора. В супермаркетах Тольятти они отобрали пробы мясной продукции. Так, в охлажденном курином фарше из Ростовской области было превышено количество вредных микроорганизмов. Такие же показатели обнаружили и у котлет собственного производства одного из супермаркетов Тольятти. Высокое содержание вышеуказанных микробов свидетельствует о порче продуктов и может вызвать пищевое отравление. На Тольятти Азот пришли с обысками, сообщает РБК. По словам пресс-секретаря завода Дмитрия Масолитина, работают несколько десятков сотрудников полиции и Следственного комитета. Причиной обысков следователи назвали аварию, которая якобы произошла на Тольятти Азот в январе 2016 года. Однако, как утверждают представители предприятия, никаких ЧП в этот период не было. В Самаре частично перекроют Московское шоссе. Ограничения ведут в районе Мехзаводы. Это связано со стартом работ по обустройству новой проезжей части. Так, проехать по Московскому шоссе на участке от улицы Анжерской до улицы 4-й квартал можно будет только по двум полосам в каждом направлении. Помимо этого, будет закрыто движение по улице Банной в районе пересечения с Московским шоссе. Объезд будет осуществляться через улицу 4-й квартал. В Самаре открывается навигация по Волге. С 5 апреля начнет работать паромная переправа до Рождествено. С 7 апреля начнется навигация по маршруту Самара-Ширяева. Сюда будут ходить ежедневно и делать остановку на поляне имени Фрунзе. С 14 апреля открываются остановки Гаврилова поляна, Подгора, Нижний пляж и Шелехмедь. С 28 апреля Зольная, Богатырь, Солнечная поляна, пляжи имени Фрунзе, Зеленая роща, Осипенко и Винновка. В Самаре в субботу 8 апреля на площади Куйбышева пройдет общественная акция против экстремизма и терроризма. Ее цель вместе со всей страной выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт. «Мы призываем всех жителей области сказать твердое «нет» любым проявлениям экстремизма и терроризма», поясняют организаторы. «Объединиться для решительного противодействия деструктивным силам». Вход на мероприятие будет свободным через рамки металлодетекторов. На площади будут работать торговые точки и санитарные объекты. Порядок на мероприятии обеспечит подразделение Росгвардии. Основная сцена будет работать с 12.00, в 13.00 начнется официальная часть. В нестандартном жанре. Сегодня Самарский академический театр драмы имени Горького покажет на фестивале «Золотая маска» в Москве спектакль «История лошади» по мотивам повести Льва Толстого «Холстомир». Вечером актеры выступят на основной сцене Московского драматического театра имени Пушкина. В этом году спектакль представлен национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Оперетто-мюзикл-спектакль», работа режиссера Сергея Грицай, мужская роль Владимир Морякин, работа художника Александр Орлов, роль второго плана Владимир Гальченко. Для самарских актеров сегодняшний спектакль особенно ответственный и волнительный, так как жанр мюзикл хоть и знаком театру, но не является основным. Пожелаем удачи нашему театру и вместе с ними будем ждать результатов. Победителей премии объявят 19 апреля. В единстве силы народа. Под таким девизом прошел в Самаре фестиваль «Единство». В этом году он посвящен 20-летию подписания договора о Союзе Беларуси и России. Праздник торжественно отмечают в обеих странах. В Самаре в этот день объединяются не только представители двух национальностей, но и все остальные. На праздники общим для всех побывал наш корреспондент. Танец символизирует единение и дружбу двух сестер России и Беларуси. В Самаре отмечают 20-летие подписания договора о Союзе двух стран. К этой дате русско-белорусское братство ежегодно проводит фестиваль творческих коллективов «Единство». Фестиваль каждый год имеет свою тематику. В этом году у нас отмечается 20-летие Союза Беларуси и России. То есть 2 апреля 1997 года был подписан договор о Союзе Беларуси-Россия. Но, коли в России и в Беларуси живут представители разных народов, поэтому сегодня в фестивальной программе будут представлены номера не только русско-белорусской тематики, но и всех остальных народов, которые проживают и в России, и в Беларуси. Ну, насколько мы смогли охватить. Поводом стало единение двух народов, а в Самарском празднике объединились все представленные в области народности. Национальные костюмы, музыка, песни, стихи. Каждый коллектив знакомит зрителей со своей культурой, не отделяясь при этом от других. Это не просто нужно, но и, возможно, это интересно. Показывать людям пути этого объединения, и что только вместе мы можем решать те задачи, которые стоят перед нами. В фестивале конкурса приняли участие десятки коллективов из города и области. И с каждым годом желающих становится все больше. Растет и уровень подготовки юных артистов, говорят зрители. Андрей Горгуленко, Марина Матвейшина, Василий Колдашов. События. А вот какие сюжеты сейчас готовятся к следующим выпускам. Выезд из города необходимо сохранить. Как будет организовано движение по Южному мосту на время ремонта? Самарцы в ожидании «Ждуна» в 3D. Студенты Политехнического университета налаживают производство фигурок популярного интернет-мема. Самарский взгляд на жизнь через объективы фотокамер. Из сотен работ на Самарской фотовыставке выбрали лучшие. И это все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова